Добрый вечер, дорогие друзья! Дорогие друзья, на данный момент в некоторых районах города идет мокрый снег, и синоптики обещают, что уже вечером будет гололедиться, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, если вы еще не заменили летнюю резину на зимнюю, сделайте это поскорее, как можно скорее. А пока передаю слово моим коллегам. Дорогой шеф, когда вы грустите, мы грустим. Когда вы радуетесь, мы радуемся. А когда вы в отпуске, и мы в отпуске. Собственно, о чем это я? Узнаем через пару минут. Друзья, сегодня четверг, а это значит, что самое время узнать, что новенького появилось в кинотеатрах города. Этим я сегодня и занималась подробностей через пару минут. Специалисты Центра стандартизации метрологии проверили качество молока. Каким выводом они пришли, расскажем совсем скоро. Воздух Красноярский станет чище. Лет через 15 депутаты и крупные промышленники решали, как сделать так, чтобы город не задыхался от выбросов. В следующем году планируют приобрести для Красноярска передвижную лабораторию, которой будет заниматься чисткой воздуха. А к 2018 году даже собираются установить приборы для круглосуточного мониторинга выбросов вредных веществ. Эти приспособления в режиме онлайн передадут всю собранную информацию о все нужные инстанции. Полное очищение воздуха планируется лишь к 2030 году. Борьба за территорию или жителей Северного против. Накануне владельцы квартир переулка Светлогорский, 19, вышли на митинг против строительства частной клиники возле их окон. Более 80 человек с плакатами не хотят, чтобы в их дворах располагалось медицинское учреждение. Говорят, что шестиэтажное здание будет создавать сильные неудобства для жизни, а клиенты клиники займут все парковочные места во дворе. Недовольные горожане хотят, чтобы на их придомовой площадке располагалась благоустроенная зеленая зона. В сентябре уже проводились публичные слушания по застройке, но, как говорят сами митингующие, о них они даже не знали. Все те же машины клиентов, которые будут стоять в нашем дворе. У нас двора фактически нет, у нас нет зеленой зоны, у нас вот маленькое ограждение для детей, все. Определись в какой. Напомним, что власти Красноярска решили перекрасить весь общественный транспорт в единый цвет. На выбор были предложены белый, зеленый, красный, синий и желтый. С помощью самих же горожан с цветом почти определились. 34% опрошенных красноярцев выбрали зеленый. Официальные итоги выборов огласят завтра. Менять экстерьер маршруток планируют уже в следующем году. Плюс к этому на пассажирском транспорте запретят какую-либо рекламу. К слову, с начала этого года для города был куплен 41 новый автобус. Пропускай спецтранспорт на дороге, но дело это как можно аккуратнее и осторожнее, чтобы не угодить в ДТП. Проект «Дорожные войны» из Красноярска прямо сейчас смотрим. Улица Молокова. Паркетник выезжает с прилегающей территории. Его водитель намеревался развернуться и уйти на Молокова налево. Выехав на дорогу, он таранит другой кроссовер, который двигался прямо на разрешающий сигнал светофора. После столкновения автомобиль, получивший удар, заносит и разворачивает поперек дороги. Движение на перекрестке шахтеров Гудинская с крайнего левого ряда разрешено только налево. Автор любитель на микроавтобусе попробовал с этого ряда проехать прямо, а после пытался втиснуться перед попутно ехавшим вазом. Тогда-то и произошло столкновение. Посмотревшие видео у интернет-пользователи считают, что в этом случае правда на стороне водителя отечественного авто. Однако, кто на самом деле виноват в ДТП, предстоит выяснить полицейским. На проспекте Металлургов водители автомобилей Тойота и Ниссан, согласно описанию к видеоролику, пропускали полицейский автомобиль со спецсигналом. Затеев странную рокировку, рулевые не сошлись во мнениях, кто именно из них должен быть впереди. В итоге и спецавтомобиль не пропустили, и перегородили всю крайнюю левую полосу. Купи молоко, в подарок получи кишечную палочку. Примерно такой акцией ненароком воспользовался каждый второй красноярец. Сегодня в Центре стандартизации и метрологии прошла рейтинговая оценка молочной продукции. Специалисты тестировали продукт на жирность, кислотность, запах, цвет и вкус. Половина из 14 образцов не прошли проверку, потому что они попросту не соответствуют техническим требованиям. В продукции ряда компаний обнаружены опасные для человека бактерии группы кишечной палочки. Это молочные продукты из березовки, молоко балахтинское, зорька, исток, фермерские продукты и додоновское молоко. Ну а лучшим было признано молоко торговых марок 33 коровы, молочный городок, никольское здоровье, веселый молочник и простоквашина. Красноярский дельфинарий откроют, но чуть позже, и сделать это планируют в конце октября. Все из-за задержки в установке конструкции, которую еще не до конца возвели. Рабочие не успевают завершить монтаж гигантского шатра, на это им потребуется еще пара недель. Точную дату, когда зрители наконец смогут познакомиться с чудесными водными млекопитающими, сообщат чуть позже. Ну а сейчас передаю слово моим коллегам Ирине Ганюхову и Антону Дубицкому. Сегодня они поделятся с вами новой порцией киноновинок. Пробуем, смотрим далее. Уже сегодня можно встать в очередь за билетами на триллер «Галлойс Хилл». Главный герой вместе с своей невестой отправляется к дочери от прежнего брака. По дороге домой они попали в аварию и решили заночевать в гостинице. Позже выяснилось, что в подвале этого отеля хозяин держит девушку. Наши герои ее спасли и тем самым нажили себе проблем. У нас мало времени. Кто запер тебя, Анна Марина? А ты любишь русские фильмы? Нет. А мне кажется, следующая картина тебе понравится. На экраны вышла детективная драма «Уикенд». Главный герой, директор одной из очень известных фирм, убил своего бухгалтера. За то, что тот узнал о его махинациях и хотел рассказать об этом всему свету. Ой, ладно, давай уже посмотрим. Смотрим. Ни слова, ни полслова о лифте. Они пытаются доказать то, что доказать невозможно. Прекратите этот скрепер! Я так маленько хочу. А драма Элли вышла на экраны еще в мае прошлого года и посмотреть ее успели за рубежом. И как пишут в комментариях зрителей, фильм на любителя. 12-летняя девочка влюбляется в полицейского и бежит из города. Из-за чего ее семья живет в полном кошмаре. Ира, на эту комедию нам стоит сходить обязательно. Там такая бредовая ситуация. Двое непутевых преступников похищают жену одного бизнесмена. И просят за это миллион долларов. А муж, собственно, и рад, что благоверную похитили. Он хватает любовницу и едет с ней на Багамы. Ну что же, есть что посмотреть. Я думаю, в кино стоит сходить. Друзья, сегодня, 16 октября, празднуется День Босса. И именно по этому поводу мы обратились к красноярцам и решили у них узнать, как же они относятся к своему начальству. Давайте посмотрим. Сегодня День Шефа, День Босса. У тебя есть начальник? Да. Как бы ты его охарактеризовала? Нормальный чувак. У вас есть шеф? Конечно. А как бы вы его охарактеризовали? Отличная женщина, замечательная. У вас есть начальник? Есть. А можете его охарактеризовать вкратце? Я бы не хотела. О, не надо. Хотя бы просто сильные, слабые стороны. Вредный. Скажи, пожалуйста, у тебя есть начальник? Да. Как его зовут? Виктория Сергеевна. Расскажи, пожалуйста, нам о ней подробнее. Она прекрасный человек, и как руководитель, и как женщина. Его сильные стороны? Сильные, ну знаете, он просто людей понимает. Я могу так только сказать. Хотя он молодой, ему где-то сорок. Ну сорок. Начальник есть. И что? Охарактеризуйте его. Вау, какая классная. Классный вопрос. Мне понравился. Ну что, хороший, добрый, умелый, отзывчивый? Все начальники хорошие. Да нет слабых сторон, все нормально. Хоть одно. Да нет, все, я всем довольна. Вдруг он не будет смотреть? Вдруг будет? Уволят меня потом. Ну поскольку мы работаем в больнице, Татьяна Леопольевна, я желаю вам здоровья. Повышения по службе, хороших подчиненных и еще более хороших вышестоящих начальников. Ну и напоследок мы подготовили для вас подарок. Сегодня разыграем пригласительный билет в кинотеатр Мори Синема на две персоны на картину «Убить гонца». И достанется этот сертификат тому, кто прямо сейчас зайдет в нашу группу во Вконтакте и первым правильно ответит на вопрос, на съемках какого фильма сделано это фото. Итоги подведем в 19.30. Ну что же, дорогие друзья, на этом у меня все. Не переключайтесь, увидимся с вами через час. Семнадцатого октября в городе Красноярске облачно-небольшой снег гололедится. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, днем около нуля. Ветер северо-западный 3,2 метра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»